В московском особняке на Спиридоновке, где расположена приемная МИДа, приветствуют друг друга двое мужчин. На протяжении последних десяти дней они вели переговоры, от исхода которых зависит судьба мира. Гитлер уже сосредоточил войска у границы Польши, но еще есть шанс остановить его. Для этого необходимо объединить военные силы СССР, Англии и Франции. Воевать сразу с Востоком и Западом Германия не решится. Все лето 1939 года шли усиленные переговоры по созданию антигитлерской коалиции в составе Советского Союза, Великобритании, Франции. Но западные партнеры этих переговоров видят себя очень осторожно. Но 22 августа в решающий для мира день в офисе Советского МИДа только двое. Нарком обороны СССР маршал Ворошилов и попросивший об экстренной встрече глава французской военной миссии генерал Думенк. Третьего участника переговоров, представителя британской военной миссии, нет. Их беседа длится час, после чего нарком Ворошилов поворачивается и уходит. Вечером следующего дня Советский Союз подпишет пакт о ненападении с Германией. 80 лет спустя это аукнется России страшным обвинением. 19 сентября 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, возложившую вину за начало Второй мировой войны на Советский Союз и, как следствие, на Россию. Европарламент подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, началась как непосредственный результат знаменитого нацистско-советского договора о ненападении 23 августа 1939 года, известного также как Пакт Молтового-Риббентропа. Подписание этого пакта – чуть ли не единственное самое бесчеловечное и циничное событие в истории европейской цивилизации. Пакт был заключен между двумя деспотичными тоталитарными режимами. С этим, а еще со сравнением нацистов и коммунистов, согласились 535 евродепутатов, и только 112 высказались против или воздержались. Россию сейчас выбрали в качестве такого мальчика для битья, а если серьезно, то ответственного за все плохое, что творится в мире. Вот нужен образ врага. Фактически ставят чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. 6 августа 1939 года из английского Ливерпуля взял курс на Ленинград грузопассажирский пароход «Сити оф Экстер». На его борту английская и французская военные делегации. Их с нетерпением ждут в Москве. Конечно, ввиду срочности дела обе делегации могли отправиться самолетами или, по крайней мере, на быстроходном крейсере. Но правительство Англии и Франции дали странное указание не спешить, делать все медленно. И путь до Москвы затянулся на шесть дней. В тот же день другая делегация из семи английских предпринимателей тайком направилась в Данию в имение жены шведского промышленника Биргера Долеруса. Сюда же 7 августа инкогнито прибудет второй человек нацистской партии Германии Герман Геринг. На секретности этой встречи настоял британский министр иностранных дел Галифакс. Информацию о переговорах в имении Долеруса Москва получит уже 8 августа. Со времени прихода Гитлера к власти Англия и Франция стремились, как они выражались, к умиротворению Германии. Войны действительно боялись на Западе. Это надо признать, после ужасов Первой мировой войны, 10 с лишним миллионов человек погибло в Первую мировую войну. Это больше, как сказать, чем во всех войнах 18-19 веков. Гитлер не скрывает своих устремлений. Он вернет Германии ее былое величие вместе с территориями, отобранными у страны по итогам Первой мировой. Возродит ее армию и флот и двинет их на завоевание новых жизненно важных пространств. Практически сразу он отказывается выплачивать непомерные репарации, наложенные на Германию Версальским договором. Как ни странно, но ведущие страны Европы, Англия, Франция и Италия, проглотив это, предлагают немецкому диктатору заключить договор Пакт Четырех. Пакт Четырех предусматривал очень простую формулу. Эти четыре страны не будут воевать друг против друга. Все вопросы будут решаться между ними мирно за счет третьих держав. С чем же связано то, что Европа так скоро поспешила принять Гитлера в свои объятия? Я думаю, ответ можно найти, например, здесь. Это рассекреченный агентурный материал 4-го управления штаба Красной Армии. В июле 1933 года фюрер обещает английскому правительству помочь в борьбе с мировой большевистской опасностью. Он подчеркивает, что разгромив коммунизм в Германии, оказал Англии громадную услугу, вследствие чего может рассчитывать на благодарность. Англия отблагодарила Гитлера в июне 1935-го, подписав с ним морское соглашение, позволяющее строить флот. Тем самым единолично разрешила нарушить условия Версальского договора. И плюс снятие ограничения на подводный флот. При том, что до этого Германии было запрещено иметь подводный флот. В тот же год Гитлер, наплевав на Версальские соглашения, запрещающие Германии иметь армию более 100 тысяч человек, танки, авиацию и даже генеральный штаб, создает вермахт и увеличивает армию в 5 раз. На кредиты американских банков он возрождает военное производство. А в 1936-м вводит войска в Рейнскую демилитаризованную зону Германии. По условиям Версали, размещение здесь на границе с Францией немецких военных сил запрещено. Но никаких последствий для Германии это не имело. Это имело те последствия, что Гитлер почувствовал свою полную безнаказанность. Адольф Гитлер. 48 часов после марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления. Так почему Франция, которая больше всего боялась возрождения военной мощи Германии, даже не попыталась остановить Гитлера? Во Франции было так сложно все было в политике, что вообще стоял вопрос о том, выживет ли вообще Франция в этот момент. Поэтому был выбран просто очень хороший момент, и Гитлер очень четко его почувствовал. Смотрите далее. Миротворцы. Как делили труп Чехословакии? О чем договаривались английские посланники с Герингом? И что из своей истории хотела бы скрыть Польша? Советский нарком иностранных дел Максим Литвинов настойчиво пытается убедить своих европейских коллег объединиться против набирающего силу фашизма. Но мнение Советской России, похоже, никого не интересовало. Можно сказать, что с 1933 и позднее Советский Союз искал способы улучшения взаимоотношений с Западом, чтобы противостоять угрозе со стороны нацистской Германии. Тревогу Советского Союза разделял, пожалуй, только министр иностранных дел Франции Луи Барту. В 1934 году он предложил СССР, Чехословакии, Польше, Финляндии, Латвии, Литве и Германии заключить в Восточный пакт. Договор, где все основные державы Востока и Европы подписывают соглашение, где взаимно гарантируют границы, где взаимно говорят о том, что будут совместно противостоять агрессии. Таким образом, война между ним становится невозможным. Кроме Советского Союза, идея Восточного пакта поддержала только Чехословакия. Немцы заявили, что подпишутся под договором, если в него вступит Польша. Румыны и Прибалты тоже сослались на участие Польши. И, в общем-то, провал Восточного пакта – это в значительной степени ответственность польской дипломатии, которая не хотела в этом участвовать. О чем это говорит? О том, что, очевидно, Польша видела некие возможности для себя именно в ситуации конфликта. А вы знаете, какая страна одной из первых заключила союз с Гитлером? Польша. Произошло это еще в 1934-м. И вплоть до 1939-го она поддерживала с ним взаимовыгодные отношения. Герман Геринг неоднократно охотился в Беловежской пуще в компании президента Польши, согласовывая с ним планы Гитлера. Удивительно, но 80 лет спустя, в 2019-м, именно польские депутаты Европарламента совместно с литовскими написали текст резолюции, в которой вину за начало Второй мировой возложили на Советский Союз. Инициатор Восточного пакта Луи Барту был убит в октябре 1934-го вместе с королем Югославии. Вроде как случайно. Но мир замер в ожидании чего-то страшного. Все очень напоминало провокацию, с которой началась Первая мировая. С тех пор можно говорить о том, что все пошло к войне. 1937 год. Политика Франции полностью ориентирована на Лондон. А Лондон ублажает Германию. 19 ноября 1937 года министр иностранных дел Великобритании Лорд Галифакс докладывает Гитлеру, что Англия не возражает против того, что Германия включит в свой состав территорию Австрии. Почему бы и нет? Именно с этой беседы начались самые активные перемены в территориальном устройстве Европы, которые непременно должны были закончиться большой кровью. 12 февраля 1938 года в баварскую резиденцию фюрера по его приглашению прибывает канцлер Австрии Курт фон Шушнин. Гитлер, переходя на крик и оскорбление, требует от него пойти на добровольное объединение с Германией. Иначе в Австрию войдут немецкие танки. Шушнин обращается за помощью к европейским правительствам, но те предпочитают не вмешиваться. 12 марта 1938 года в Австрию входят немецкие войска, а 13-го Гитлер торжественно объявляет ее одной из земель Германской империи, которая отныне будет называться Остмарк. 17 марта нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов обращается к ведущим европейским странам и США с призывом отреагировать на аншлюз Австрии. В этот же день Польша требует у Литвы официально отказаться от своей столицы Вильнюса. Литва, опасаясь польской армии, вынуждена подчиниться. Ни на призыв СССР, ни на поведение Польши реакции Запада не последовало. Покончив с Австрией, Гитлер принимается за Чехословакию. Уже весной 1938 года к ее границам стягиваются германские войска, а изнутри страну расшатывают судецкие нацисты. Из дневника полпреда СССР Великобритании Ивана Майского. В воздухе запахло порохом. Если бы Германия напала на Чехословакию, Франция, согласно договору, обязана была вступить в ее защиту. А Англия тоже не могла бы остаться в стороне. И что же решает предпринять Англия в то время ведущая держава мира? Она ищет еще большего сближения с Гитлером. 15 сентября 1938 года британский премьер Чемберлин встречается с фюрером. Тот озвучивает свои требования к Чехословакии, угрожая в случае отказа последней применить силу. Представьте себе, Англия уговаривает чехов пойти к Гитлеру на уступки. Чемберлин признался одному из своих коллег, что ему совершенно безразлична судьба Чехословакии. И если она должна воплотиться за сделку между Англией и нацистской Германией, то он готов к тому, что Чехословакия за это заплатит. Уже через неделю английский премьер с радостью кладет на стол фюрера документ о согласии Чехословакии договориться с Германией. Но вместо благодарности Чемберлин получает от Гитлера новую партию требований к чешскому государству. Британский премьер, как посыльный, снова торопится уговорить чехов пойти на уступки. Но на этот раз Прага отказывается. Ведь Советский Союз во всеуслышание заявил, что по договору заключенного в 1934 году он окажет Чехословакии помощь и не бросит ее один на один с Германией. И тут, как не раз бывало, поддержать Гитлера торопится Польша. Польша строго-настрого объявила, что она не пропустит никогда советские войска через свою территорию на помощь Чехословакии. Более того, даже если Советский Союз пытается организовать воздушные мосты между своей территорией Чехословакии, польские силы будут стараться сбить эти самолеты. Совещание военных миссий СССР Франции и Британии продолжается уже несколько дней. Непреодолимым препятствием на пути к заключению трехстороннего союза против Гитлера становится все та же позиция Польши. Совершенно неясно, как советская сторона сможет прийти на помощь той же Франции или любой стране Запада, если Польша не даст коридор. Вопрос, касающийся Польши, был очень важен, потому что Красной Армии пришлось бы фактически пересекать границу Польши, чтобы вступить в контакт с противником, общим врагом. Оппозиция Польши была неизменной с 1934 года. Нет, мы ни за что и никогда не позволим Красной Армии пройти через нашу территорию. 26 сентября 1938 года Гитлер объявляет, у Чехословакии 48 часов до капитуляции, затем он начнет военные действия. Чемберлен и премьер-министр Франции де Ладье в панике. Они обращаются к Гитлеру и Муссолини с просьбой встретиться вчетвером для того, чтобы окончательно решить чехословацкий вопрос. Дипломаты Англии и Франции испытывают ужасное напряжение. Примет ли Гитлер их предложение? То, что произошло в Чехословакии в 1938-м, было одним из самых постыдных эпизодов, имевших место в 30-е, и одним из самых бесчестных действий французского и английского министерств иностранных дел в предвоенные годы. Смотрите далее. Утраченный шанс. Почему Запад с Востоком общего языка не нашли? Что задумал Гитлер, отправляя Геринга к англичанам, а Ревентропа к русским? И как Польша сама себя переиграла? 28 сентября в парламенте Англии Чемберлин радостно трясет полученные из Берлина телеграммы. Гитлер готов его принять. Под овации министров премьер покидает заседание, чтобы отправиться в Мюнхен. 30 сентября было подписано четырехстороннее соглашение Англии, Франции, Германии и Италии о передаче судебской области Чехословакии, Германии. В судебской области 90 с лишним процентов населения составляли немцы. Поэтому Гитлер на этом и сыграл. Пока Гитлер, Чемберлин, Деладье и Муссолини в ночь на 30 сентября обсуждали условия Мюнхенского соглашения, представители Чехословакии ждали за закрытыми дверями. Посоветоваться с ними не сочли нужным. Но чешские дипломаты были уверены, их интересы есть кому защитить. Ведь между Чехословакией и Францией еще в 34-м году заключен договор о взаимопомощи. Однако утром им предъявили документ, обязывающий Чехословакию передать Германии часть своей территории. Эдуард Деладье очень боялся войны и делал все, чтобы избежать ее. Его министр иностранных дел Жорж Банне был уверен, что если начнется война, то Франция проиграет. Поэтому они были готовы заплатить любую цену. И этой ценой стало разделение Чехословакии, передача Германии так называемой судетской территории. Собственно, это и объясняет малодушное, постыдное подчинение воле нацистской Германии в сентябре 1938 года. Для того, чтобы хоть несколько ослабить гнетущее впечатление, которое на английскую общественность должно было произвести мюнхенское предательство, Чемберлин уговорил Гитлера подписать вместе с ним бумажку о том, что отныне не должно быть войн между Англией и Германией. «Я принес вам мир», – сказал Чемберлин своим согражданам, вернувшись из Мюнхена. Уинстон Черчилль трактовал произошедшее так. «У Чемберлина был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор, войну он получит позже». Гитлер очень удачный, удачный маклер, продает идею мира за какие-то маленькие территориальные уступки. И каждый раз его противники думают, что, да, конечно, это ужасный парень, но вот мы решим вопрос, и удастся избежать войны. Желая сохранить своему народу спокойную жизнь, президент Чехословакии Эдвард Бенниш, не обращаясь за военной помощью к СССР, 30 сентября подписывает принятое в Мюнхене соглашение. Но спокойной жизни в Чехословакии больше не будет. Если Франция и Англия сдали Чехословакию и Германию, то Польша сыграла свою позорную роль как немецкий сообщник. Из мемуаров Уинстона Черчилля. Немцы были не единственными хищниками, терзавшими труп Чехословакии. Немедленно после заключения Мюнхенского соглашения, 30 сентября, польское правительство направило чешскому ультиматум, на который надлежало дать ответ через 24 часа. Польское правительство потребовало немедленной передачи ему пограничного района Тешин. Тогда же вместе с Тешинской селезией Польша отобрала у Чехословакии еще и два небольших района в Словакии. Спиш и Арава. Французы с англичанами попытались было урезонить поляков, но, по свидетельству Черчилля, французского посла просто не пустили на порог польского МИДа, а английского грубо послали куда подальше. Польша торжествовала победу вместе с Германией. Если бы у польских националистов была возможность, они бы уничтожили все архивы во всех странах, которые в 1939 году были вовлечены в предвоенную политику. Потому что эти материалы свидетельствуют о позорном поведении польского правительства. К концу 1938 года Чехословакия лишилась примерно 40% своей территории. Но главная трагедия случится в марте 1939-го. Словакия под нажимом Гитлера провозглашает свою независимость и выходит из состава чехословацкого государства, которое в связи с этим перестает существовать. Новый президент Эмиль Гаха соглашается на бескровную оккупацию того, что осталось от его страны. 15 марта Гитлер объявляет о создании германского протектората Богемия и Моравия. По сути, Вторая мировая началась именно тогда, 30 сентября 1938 года, в день подписания Мюнхенского пакта. Увидев, как Гитлер, наплевав на все обещания, разделался с Чехословакией, Париж и Лондон, наконец, очнулись. В апреле 1939-го они откликнулись на призывы Москвы создать антифашистскую коалицию. Я думаю, что Сталин, наблюдая за происходящим, не мог доверять англо-французам на 100%. Чехи вон тоже рассчитывали на договор с Францией. И где теперь Чехословакия? С другой стороны, Англия и Франция должны понимать, без помощи Советского Союза им не обойтись. Нужно лишь добиться одних твердых гарантий соблюдения договора. Еще 8 марта 1939 года Гитлер, выступая перед руководителями экономики, нацистской партии и командования, огласил планы Германии на 4 года. За Чехословакией последует оккупация Польши. Затем Венгрия, Румыния, Югославия. Получив контроль над их сельскохозяйственными и нефтяными ресурсами, Германия в 1940 году сотрет с карты Европы Францию. А затем покорит Англию и получит доступ к английским богатствам и территориям во всем мире. Еще раньше Гитлер огласил свой план похода на восток. Его цель – получить всю европейскую часть России до Урала. Теперь политикам оставалось только гадать, куда пойдет Гитлер – на восток или на запад. Но в любом случае первый удар будет по Польше. Дата уже определена – 1 сентября 1939 года. В конце июля, хотя еще не все политические нюансы согласованы, советская сторона предлагает западным партнерам перейти к совещаниям военных миссий с целью подписать военную конвенцию. Тянуть больше нельзя. До запланированного Гитлером нападения на Польшу остался месяц. Англия и Франция отвечают согласием, но почему-то их военные представители задерживаются в пути и прибывают в Москву лишь 11 августа. Адмиралу Драксу была поставлена задача тянуть время. Тянуть время до того момента, пока английское правительство не заключит какого-либо соглашения с гитлеровской Германией. В конце концов было принято решение, что они будут добираться на зафрахтованном британском торговом судне, скорость которого была 13 узлов максимум. Все это время тик-так, тик-так, часы отсчитывали время до начала войны. Но советская сторона готова была закрыть глаза на этот жест безразличия. Они тепло встретили английскую и французскую делегации. Гитлер прекрасно понимал, если англичане и французы договорятся с русскими, его планам придет конец. Воевать на два фронта он не сможет. В тот день, когда англо-французская военная делегация прибыла в Москву, он распорядился срочно тайно доставить к себе Верховного комиссара Лиги нации Карла Бургхарта. «Передайте Чемберлену, все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что не может это понять, я буду вынужден договариваться с русскими. Затем я ударю по Западу, и после его поражения объединенными силами выступлю против Советского Союза». Гитлер сообщает о своем согласии провести новый Мюнхен. Бургхарт сразу же передал предложение представителю английского МИДа. 12 августа в 10 утра в особняке на Спиридоновке начинается первое совещание военных миссий СССР Англии и Франции. Советскую возглавляет нарком обороны маршал Ворошилов. «Кто приехал-то к нам? Английскую делегацию возглавляет адмирал Дракс. Это мой военно-морской адъютант короля. Но фигура в военном смысле ничего не значащая. Французскую делегацию возглавляет генерал Думенк, член высшего военного совета. Но тоже фигура никому не известна. И непонятно, откуда и почему он на такую роль вынимут. Ни французская, ни английские военные делегации не имели никаких полномочий на то, чтобы заключить договор. В то же время советская сторона, она настаивала именно на заключении военного соглашения, которое подразумевало бы совместное действие вооруженных сил трех стран в случае агрессии Германии в отношении кого-либо». Не было у прибывших и четких ответов на вопрос, как они видят совместные операции против Гитлера. Какое количество войск готовы выставить, если завтра война? 15 августа начальник советского генштаба Шапошников излагает подробный план взаимодействия СССР, Англии и Франции в случае нападения Гитлера на Польшу или другие страны. Он озвучивает конкретные цифры, сколько и каких войск готов выставить Советский Союз. От масштаба этих цифр у англичан и французов перехватило дыхание. Но участие СССР в войне, пояснил Шапошников, может быть осуществлено, если войска Красной Армии смогут вступить в бой с немцами, пройдя сперва через территорию Польши и Румынии. «Как вы собираетесь решать эту проблему?» вновь переспрашивает Ворошилов. «Не получив ответов на конкретно поставленные вопросы, Ворошилов 17 августа вынужден прервать переговоры». «Решайте со своими правительствами. Срок – 4 дня». Из донесения маршала авиации Бернета начальнику штаба Королевских военно-воздушных сил от 16 августа. «Мы считаем, что Россия хочет заключить соглашение с Англией и Францией, но русские опасаются, что они не могут позволить себе ждать, пока Германия завоюет Польшу, и затем вести оборонительные бои на своей собственной территории». Учитывая, что Польша имеет договор о взаимопомощи с Англией и Францией, они могли найти способ убедить поляков. «Могли, конечно, было бы желание. Под конец у французов оно как-то проявилось, это желание. Сделать так, чтобы у тебя был реальный союзик, это же вроде в твоих интересах. Но вот так как-то, особенно до англичан, это так и до конца не дошло». Глава французской военной миссии генерал Думенк просит Ворошилова о срочной встрече. Оба понимают, она может стать последней, так как уже завтра, 23 августа, в Москву прибудет министр иностранных дел нацистской Германии Иохим фон Риббентроп. У Советского Союза всего два варианта – военная конвенция с Англией и Францией, либо пакт о ненападении с Германией. В противном случае вторжение Гитлера в СССР, у которого нет союзников, может произойти в ближайшее время, и тогда Красной Армии грозит война на два фронта – с Германией и Японией. Допустить такого развития событий Сталин не может. Летом 1939 года Советский Союз уже воевал. Он воевал в Монголии на реке Холкингол. Там в мае месяце начался вооруженный конфликт, который проявил довольно значительные масштабы. Ворошилов просит генерала Думенко представить документ, полученный от французского правительства, гарантирующий подписание договора. Документа нет, отвечает генерал. Но правительство дало мне право подписать военную конвенцию с разрешением пропуска советских войск в тех точках, которые вы определите. А как английское правительство, уточняет Ворошилов, я не знаю, признается Думенко. На вопрос Ворошилова о польском и румынском правительствах у Думенко тоже нет однозначного ответа. С польской стороны через французов было сказано, что при определенных обстоятельствах, может быть, мы рассмотрим вариант прохода Красной Армии через польские земли. То есть, опять, при определенных условиях, может быть, вилами на воде писано, то ли это будет, то ли этого не будет, а времени уже не было. Война должна была начаться буквально со дня на день. В тот последний день московских переговоров представители английской делегации уже не появились. Почему? Может, потому что правительство Британии так и не решилось заключать договор с Советским Союзом. Гитлер, похоже, был Чемберлену ближе по духу. 21 августа Гитлер предложил Лондону принять Геринга для переговоров о Москве министра иностранных дел Германии Риббентропа. Если бы Советский Союз отказался принять Риббентропа, то Лондон принял бы Геринга, и такой же договор был заключен бы между Великобританией и Германией. То есть Запад выступил бы против нас с единым фронтом. Предложение о заключении такого факта было направлено одновременно 21 августа Советскому Союзу и Великобритании. И обе страны ответили положительно. 23 августа, когда Риббентроп прибыл в Москву, Геринг на частном самолете британского бизнесмена Коттона должен был инкогнито вылететь в Лондон. Но в этот день Москва и Берлин подписали пакт о ненападении. Первая попытка Запада обвинить СССР в начале войны была предпринята еще в 1939-м. Тогда, после завершения московских переговоров, британский парламент подготовил к изданию так называемую «Белую книгу», в которой постарался изобразить СССР незаинтересованным в союзе с Британией и Францией. Предполагалось напечатать тысячу экземпляров этого доклада. Он уже был готов к печати в январе 1940-го года. Но вдруг неожиданно возникла проблема. Французы были против печати этого документа. Проблема заключалась в том, что документы, которые очень тщательно подготовили англичане, свидетельствовали о том, что советская сторона очень серьезно отнеслась к проведению переговоров о трехстороннем союзе против нацистской Германии. А вот Англия и Франция не были настолько серьезны. Поэтому публикация этого документа имела бы неприятные последствия. 80 лет спустя европейский парламент не утруждал себя моральными принципами и памятью о том, какие жертвы принес советский народ, освобождая Европу от фашизма. Теперь историю решено подкорректировать. Это напоминает мне солдата на поле боя, который забирает медали и ордена у погибшего красноармейца и надевает их на свою грудь. А потом он заявляет, эти медали, эти ордена его. Он заслужил их. И это ужасно. Это самое страшное, что он мог сделать. Поэтому я не думаю, что русским нужно за что-то оправдываться. Спустя полгода после подписания Европы резолюции Россия идет на беспрецедентный шаг. На сайте президентской библиотеки публикуются сотни документов, которые рассказывают о том, каким был мир накануне войны. Теперь историческая правда доступна каждому. Так почему сегодня Европа с таким единодушием поддерживает фальшивую версию начала Второй мировой? Я думаю, потому что правда о том, какую роль каждая страна сыграла в этой войне, нужна далеко не всем. Куда приятнее роль жертвы, чем труса или пособника нацистов. Тем более, что свидетелей истории почти не осталось. Но есть документы. Читайте и делайте выводы сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова